Привет всем. Поскольку кое-кто из зрителей заинтересовался, я размещаю перевод маленького сеанса, который проводит Манти Робертс с демонстрацией того, что он открыл. Хоть этот канал и не про лошадей, что-то хочется все-таки про них сказать. Наверное, то, что я сам чувствую по отношению к ним что-то особенное, но, наверное, не настолько сильно, как это чувствуют женщины. И в любом случае мне не хочется делать это абы как. Мне кажется, если уж браться за такое дело, то нужно браться примерно на таком уровне, как показано в этом ролике. А иначе зачем тогда браться? У меня даже кота нет, несмотря на всю мою любовь к ним, потому что я знаю, что я вряд ли смогу обеспечить ему достаточно внимания. А если уж ездить на лошади, то ездить надо на Кордео. Кто не знает, что такое Кордео, наберите в ютюбе. Езда на лошади на Кордео. А иначе зачем тогда ездить вообще? Но это так в сторону. Хоть человек 13 минут рассказывает про лошадь, показывает лошадь, тем не менее самые главные вещи, которые он говорит к лошадям, не относятся. И эти главные вещи промелькивают буквально в каких-то секундах между другими фразами. Отношение к животным, отношение к традиции, отношение к взаимодействию, отношение к тому, кто в чем виноват и не виноват, и может ли быть виноват вообще. Велик соблазн сказать, что мужчинам в целом не хватает кого-то типа Манти Робертса или Бака Бреннемана. Кого-то, кто открыл бы такой же простой, четкий, ясный способ договориться с женщиной, найти с ней контакт. Соблазн сказать такой очень велик. И, наверное, женщины, которые уподобляют лошадь мужчине и считают, что это нормальный подход, тоже так думают. Велик соблазн сказать, что я тут принцесса с волевым характером и я мягкой силой управляю этим огромным страшным животным. Однако вопрос. Человек, который общается с животным, неважно, насколько гуманно, насколько продвинутым образом, он поднимает животное до своего уровня, до человеческого, или он опускается до уровня животного, чтобы говорить с ним на одном языке. И если задуматься, есть ли тут чем гордиться? Сложный вопрос. Поэтому, увы, эта система, хотя и промелькивает в трудах некоторых основателей МД, мне кажется, непереносима на отношения двух людей. Даже с учетом того, что в каждом человеке есть животная часть. Не получится. Это не отношения двух равных, не отношения двух особей одного вида. Они неравноценны. Единственное, на что эти отношения можно перенести, это на отношения человека к своему собственному животному началу, которое, с одной стороны, нельзя ставить на пьедестал и поклоняться ему, с другой стороны, нельзя его забивать, унижать и относиться как к неживой. Так что всем приятного просмотра и удачи! А вот теперь появляется большая картинка со ссылкой.